Здравствуйте! Здравствуйте! Это пожелание здоровья, большого здоровья. И я как врач, естественно, от всего моего сердца, очень хочу, чтобы мой большой энергетический посол вам здоровья дошел до вашего сердца. А сердце – это душа, это даже больше, чем интуиция. Во всяком случае, это значительно сильнее и разумнее, чем разум. Сегодня я хотела вам рассказать о том, с чем я встретилась. Я очень много читаю, очень много интересуюсь в плане здоровья, поскольку я сама отработала врачом 36 лет. Но в прежние времена я понимала, что лекарства – это далеко не всесильное средство, которое может помочь человеку. А вот уже здесь, читая огромное множество всякой литературы, я столкнулась с высказыванием одного очень-очень мною уважаемого академика-врача, хирурга-кардиолога Амосова, которого вы, конечно, слышали, который написал, что две трети лекарств, которые прописывают врачи в полной уверенности, что это поможет людям, далеко не всегда так. Половина либо вредны, либо просто не помогают. Две трети, задумайтесь, это ведь большая цифра. Одним словом, я очень солидарна с этим высказыванием академика Амосова, и мне приятно было это почувствовать, что я с ним примерно одних мыслей. Я очень не любила лекарства, и, конечно, я всеми силами искала здесь возможные варианты. Но это нелегко и непросто, потому что тех предложений, которые существуют, особенно здесь, в Германии, огромное множество. И вот однажды, это было 7 лет назад, я сломала не руку, а ключицу. И полтора месяца отмучившись и страдав, сами прекрасно понимаете, я ходила к врачам, они мне прописывали опять лекарства. От лекарства я понимаю, что это яд, который мне не нужен. То есть я страдала, я плохо спала. Любой поворот действовал на меня ужасно отрицательно, потому что я просыпалась от болей и спать дальше не могла. Это были муки ада. При том, что я большой оптимист, я боялась выйти на улицу, потому что гримаса от боли на моём лице выдавала меня всю с головой. Одним словом, вот в это самое чудесное время я через свою знакомую получаю бутылку нони и начинаю пить этот сок. Подробно рассказывать вам об этом соке я, наверное, не стану, потому что если вы захотите, вы сориентируетесь и прочтёте это у людей, которые вам предоставят эту возможность. Знаю только одно, что вот действительно чудодейственный сок, который буквально через три дня меня вернул к нормальной прежней жизни. Даже дочка надо мной удивлялась. Мама говорит, боже, как так можно, так быстро? Если это замечательно действует, то это действительно исключительно. Я о себе не стану говорить буквально вкратце. То есть у меня прошли эти боли. Я стала хорошо спать, у меня нормализовался кишечник. Я чувствовала, как идут процессы в моём организме настолько все хороши, что это трудно даже писать словами. Я сейчас уже за давностью почти 7 лет, я могу сказать, что я забыла, что такое остеохондроз. Я забыла обо всех болях. Головных болей, как таковых, у меня, правда, не было. Но иногда могли бывать. И в то же время я за 7 лет ни одной простуды, ни одного кашля, ни одного насморка. Ничего буквально, как будто я вот сама как скала, и меня ничто не берёт. Далее у меня очень болела мама, и я, конечно, хотела ей помочь. Но она твёрдо орешек, как многие из людей. Нет, не буду. А когда она упала и сломала руку, у неё была сломанная нога, несросшийся сустав, ложный сустав, как в медицине называют. А потом она сломала правую руку. Это всё. И я заставила. Я говорю, мам, ты от меня зависишь. Я тебе всё не только кормлю, пою, прости меня, подмываю, и всё на свете, ты от меня зависишь целиком. И я начала её поить соком, но не насильно. А она пила утром и вечером. Всё было замечательно, выполняла все мои инструкции, начала пить воды достаточно. Кстати, проблема с водой у меня тоже всегда была, и мне всегда приходится себя заставлять пить. Хотя надо это. Любая реакция в организме идёт только с водой. Ни с соком, ни с чаем, ни с кофе, ни с чем. Только с простой водой. Помните это всегда во всей своей жизни. Одним словом, через три месяца, когда у мамы срослась рука, а там было 39 осколков вместо 11 косточек в лучезапястном суставе. И она увидела это, она встала на костыли, на которых она ходила 12 лет. Она поверила в это. И спустя полгода она продолжала пить. Она говорит, Аллочка, а почему люди не понимают, насколько живителен этот сок? Ну, я так лишний раз не улублялась, что она сама тоже не верила в это. Значит, человек должен пройти через это. И ничего тут удивительного нет. Одним словом, у мамы срослась рука. У мамы ушли, у неё были слоновые ноги. Она страдала долгие годы рожескими воспалениями. За счёт лимфостаза у неё были как две слоновых ноги. Можете себе представить, как это было. Ушла вода. Я была сама, ну вот диву давалась. Думаю, каким образом действительно необыкновенно действует этот сок? За счёт чего? Мне же как врачу было интересно знать. Потому что он нормализует водно-солевой баланс. Он уводит воду, уводит всё ненужное, все шлаки из организма. Ну, я могла бы привести примеры моих, как бы сказать, пациентов, которые вокруг меня просто пили. Это женщина одна с тяжелейшим раковым процессом, раком прямой кишки, выводом прямой кишки на наружную брюшную стену, который называется анус претер натуралис. Она пила, сразу после операции она была землистого цвета. То есть впечатление такое, что она завтра просто умрёт. Она выпила ящик за месяц. Вы знаете, это совершенно другой человек был. Буквально через месяц. Она до сих пор прошла 4 года после такого тяжёлого заплевания. Ей анус претер натуралис убрали, восстановили кишечник. Она живёт поныне, бегает, порхает, прыгает. Я понимаю при своих 82 годах, сколько ей Господь Бог отпустил, столько она проживёт. Но это уже замечательно, то, что я знаю, что она 4 года после такой тяжелейшей операции она живёт. Другие люди, которым я предлагала от души, год прожил с таким же процессом, второй полтора года прожил. Их нет, они не пили сок. Мне безумно жалко. Мне где-то даже внутренне, знаете, стыдно, хотя моей вины там нет, что я не сумела убедить, чтобы они пили, чтобы они продолжали свою жизнь. Ещё моя одна приятница, она пила вместе со мной и пьёт сейчас. И говорит, я очень жалею, что я не дала своего мужа, отец её мужа, чтобы он при циррозе печени попил. Он очень легко умирал, но он успел пропить только полтора месяца. Но зато он легко умирал без страданий, безо всего. Одним словом, я могу сказать одно. Люди, которые себе хотят радости, счастья, жизни и, самое главное, здоровой жизни, с моей точки зрения, абсолютно все должны пить сурк-нони, если они хотят быть здоровыми, счастливыми в той жизни, которую дал нам Господь Бог. Я благодарю вас за внимание, всех вам благ, здоровья от всего моего сердца. И напоследок я хотела бы сказать буквально несколько слов. Жизнь – это море. У вас есть парус – это намерение. Руль – это воля. И есть пойманный вами ветер – это порыв вашей души. Действуйте, дерзайте и плывите красиво по морю здоровым, счастливым человеком. Спасибо. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...